вам пара здоровки работяги но это просто цель здоровки амиго погнали посмотрим видосчик здравствуйте это мой новый унитаз вы спросите где мой прошлый находится в поле по 10 тоннами торпила думаете в этом есть какая-то логика нет я болен помогите и пред началом буквально два слова будущем они пропадут из этого ролика я удалю их редактором короче мозг больше не нужен зубная паста страшный заговор облака трубы что по ним транспортируют зачем запретили репу эти в натуре одесса репа короче окунемся на сумасшедшие дебри что сложно будет поверить не в саму теорию а в тушу такая тупость вообще существует как говорится найдите 10 отличий а также сегодня запишемся на прием по skype колдуньи вместе с шапкой но начнем с разгоночного пациента те кто лет 10 назад смотрели ящик вероятно слышали об одесской барби имеет лям подписчиков она уверена что куклу барби сделали с ее прошлой жизни чего кто кого наслышали об одесской барби имеет лям подписчиков на валерия лук вообще пиво раз слышу такой фаляма подписчиков уверена что куклу барби сделали с ее прошлой жизни Многие знают меня, как живой куклу Барби, так меня прозвали журналисты, но мало кто знает, что кукла Барби впервые здесь. Блядь, зачем ты эту вставку поставил? Это чисто я с корешем, когда мы нечто подобное смотрим. Есть у меня отдельная личность, отдельный человек, с которым мы нечто подобное смотрим, нечто подобное даже ролики. Тикток даже нечто подобное перекидываем друг к другу, и мы точно так же оглядываемся. Куклу Барби сделали с ее прошлой жизни. Многие знают меня, как живой куклу Барби, так меня прозвали журналисты, но мало кто знает, что куклу Барби впервые сделали как раз по моему прототипу. Меня звали Мария Оршич, это моя прошлая жизнь, я была медиум. Ведьма-нацистка? Да господи, что за свинья, это я найду его. Но мадама отнюдь не глупая, ибо обучалась. Также я обучалась с детства определенным знаниям, в том числе метафизическим. Я обучалась репортации, левитации. Мы конструировали НЛО. Как вообще можно строить НЛО? То есть они сами не ебали, что строили? Ну типа НЛО, это неопознанный летающий объект. Далее мадама вбивает нам о инопланетной жизни и зеленоголовых скинхедах. Короче, какое-то каловое безумие, но также она предсказывает будущее. Очень скоро наш мир ожидает два события. Первое событие очень шокирующее, а второе очень плохое. Кто знает, какое событие они решат запустить первым? Кто они такие? А мы с вами и никогда не узнаем, ибо о них ни в коем разе нельзя говорить, иначе они, по ее словам, тебя удалят из матрицы. А доказательства у нее есть. Они в том, что некоторые ее тиктоки удаляются. Но чтобы вас окончательно не задушиться, звонимся с шапкой. Ну что, дорогие подписчики, сегодня мы с шапкой будем звонить в пенис. Да по***й, там вообще начало другое. Я помню, тебе бутылку в голову должен разбить. А, да? Да. Шапыч будет принимать все удары магии на себя, а я в микронаушник нашептывать. Я же не дурак, вдруг моя существует. Привет. Микрофон выкрытый, не слышу тебя. Да я не говорил просто ничего. И хочу узнать, что от меня моя женщина скрывает. Мне кажется, она мне изменяет. Да, есть, но здесь больше не сама измена. Здесь, скорее всего, знаешь, общение, типа переписки какие-то тайные. А что мне, мне прям ей предъявить, типа, в голову сразу? Вот это тот подонок грязный, который пишет в моей пассии. А можно на него какую-то гадость наслать? Нет, вообще, конечно, можно, но ты же даже не знаешь, как его зовут. Во-первых, я знаю, она встречается с Андреем. Я объясню. Я встречаюсь как бы со своей девушкой Настей, но она об этом не в курсе. Я как бы хочу, чтобы вы Андрея этого, типа, ну, щас, щас. Я поняла. А когда ты с ней встречаешься, она не в курсе. Ну, я не встречаюсь с ней, но я просто люблю ее, пи***ц. Она с работы, она мне просто пару раз глазами стрельнула, а я уже себе наворотил, что у нас там детей, блядь, гора. Убери, Андрея, убери, что? Нет, ну, подожди, зачем, людей не обязательно, может, проще их развести. В смысле, в смысле, подождите. Он будет жив, то они, она может к нему вернуться. Факт? Правда, ну, как это, зачем? Слушай, ты можешь убить всех мужчин на планете, чтобы, не дай бог. Вы так можете? Давайте, ебажь их. Нет, конечно. Сколько это стоит, 500 рублей, пища? Давай конструктивно пойдем к вопросу. Давай убить Андрея. Хорошо, давай гипотетически. Ты, Андрея, появился, Вася. Ну, у вас же больше тогда, во-первых, заказов будет, не меньше проблем. Магический киллер. Продолжаем. Эльза, Вася. Ну, у вас же больше тогда, во-первых, заказов будет, не вижу проблемы в этом никакой. То есть, типа, заказать порчу на человека, это фигня, а пригласить девушку на свидание, это типа, о боже. В смысле, я не хотел порчу, вы что, за кого меня я хотел убить, нахуй, я хотел порчу. Так вот, к диалогу с гадалкой мы будем возвращаться на протяжении всего ролика внезапно, а пока что поговорим про то, что Илон Маск лоханулся и доказал, что земля плоская. Однако, мои любимые, это искатели багов матрицы нашего мира. Объясните, вот зажигалка ставлю, да? Угу. Вот. Коробка. Зеркало вокруг. Ну, не должно, да? Как? Зажигалка. Зеркало не видно. Вот она. Вот тебе, пожалуйста, зеркало. Показывает. Как это, вот? Она за коробкой. Жига за коробкой. Понимаете? Нет. Ёб... Хорошо. 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 Как это? Вот. Не, прям хорошо. Не, хорошо. Она за коробкой. Жига за коробкой. Понимаете? Нет. Ёб... Показывают. Где без зеркала читает эту информацию? Как её там может показывать? Тиктокер, как мой котик. Такой же. Да просто такой же. А прикиньте, когда он бутылку пива открывает и заглядывает внутрь, тот тоже фигеет с того, как он видит содержимое, хотя... В бутылке. А вообще, хотите реальный баг матрицы? Если перегрузить наш ПК, открыв все приложения, то... Минус Моник. Однако вернёмся к нашей даме. Мне лучше так не делать. С ней всё далеко не так просто. Во-первых, она не страшная, ну, будем честны. Во-вторых, любит об этом рассказывать. Если девушка некрасивая внешне, внутри она ещё хуже. У этой девушки нет любви к себе. Значит, она не любит других. Экспертное мнение от человека с десятью фильтрами, бальзамирующими её сосало в аниме треугольник и перенёсшая несколько пластических операций. А во-вторых, я с ней не согласен. Страшные дамы внутри зачастую симпатичны, ибо у них банально нет выбора. Ну, если ты внешне гном, прошедший Афгана, внутри вместо бабочек у тебя Киркоров, то, вероятно, парень для тебя как билет на Титаник. Утонит. Но это не важно. Важно вот это. А сейчас я вам предлагаю посмотреть видео, где элита Америки, и не только, покидает наш мир в энергетических капсулах. Почему они его покидают, я думаю, вы можете догадаться. Куда же они летят? Кто-то из них летит в другую соду, а кто-то в навесные города. Да, да, есть небесные города, которые вы не видите из-за облаков. Забавный факт. Если взять видео с перхотью и инвертировать, то получится, что элиты на самом деле перхоть, а волосы это облака, значит, что земля это кожа, а люди патоотделения хромосомы Икс Игорь... Боже, да бейте меня. А возможно, вы ждёте, что я буду это опровергать? Нет. Теория построена на том, что в каждой соте, ну, буквально как пщелиной, находятся различные земли. Разделяются они ледяной стеной, на которой сидят хгбшники. А как путешествовать между сотами, знают только они и она. В Индии есть место. Это огром... Тогда получается, земля и вправду плоская, раз её принимают за соту, да? Продолжаем. Гигантская технология. Она работала по определённым правилам, которые знают только избранные, такие, как я. И только я смогу активировать этот портал. Откройте ей портал под Авдеевку. Спросите, а что она не сфидит и не покинет нашу соту? Но мы и тут переиграны. В других тиктоках Барби это делала на машине, потом с какой-то подругой, ещё другими 20 способами. И в каждом способе она говорится, что это единственный способ. Вы скажете, ага, вот оно противоречие. Да и нет, потому что мир это ферма, или мира не существует. Потом оказывается, мир это матрица. Второй тест на бота. Загибайте пальцы, если это про вас. Ну правда, ты не пробовал пригласить её на свидание? Ну я могу её пригласить, ну не знаю, на похороны Андрея, если мы решим этот вопрос. Я вообще следил за ней. Я не знаю, она когда снимает одежду, я периодически ему. Пригласи её на свидание. Значит, смотрите, всё, согласен. Да это всё приколы были. На самом деле, я реально не хочу упивать Андрея, можно сделать его калекой. Мне плевать вообще на самом деле. Хорошо, я поняла. Ты хочешь тупо отомстить ему, сделать ему как можно большую гадость? И тебе, в принципе, на Настю напевать, я так понимаю. Я... Ну ладно, на самом деле, вы меня вскрыли, действительно. Походу, я просто сам себе сейчас разобрался, видимо, не так уж на мне интересно, я просто хочу уничтожить Андрея. Блин, видите, как мы докопались до сути. Ну вот, вот, я же тебе о чём говорю. Надо искать Андрея. Ну, в любом случае надо, так а что ты хочешь всё-таки? Который без очков, да? Ну, слушай, он тут ещё чушь пан, собственно говоря. Ой, сука. Ой, хорошо, хорошо. Бля, я сначала не понял. Который без очков, да? А, хорошо. Ну, слушай, он тут ещё чушь пан, собственно говоря. Не понимаю, в чём... Чушь пан. Да, я тоже. Таким максимум, только, я не знаю, деньги клянчить на... О, а давайте, короче, на него облысение нашлём. Давай, как вариант. Вот это башня, скажи. Вот это, короче, вот эту башню его, дебильную, волосатую, охуенную. Короче, всю эту колбасню убираем, бомбу на... Бомбардируем по максимуму ему, и всё. Ай, хорошо. И без займа. На сути карты режем, поехали. Я помогу. Давайте я свой расклад, вы свой. Поехали, гоним Андрея. Видите карту? Это Андрей. И мы уберём. Продолжим наше сафари. Живые души закроют в компьютерных играх. Мятоголовые разгоняют теорию, мол, NPC в играх это не NPC, а на самом деле люди, души которых там заперли. Поначалу вам покажется, что чел слегка вменяемый, но дайте ему время. Американские конспирологи пишут и говорят, что глобальные конторы сейчас озадачились так называемой технологической реинкарнацией. Они собирают лохов по миру, рассказывая им, как лохи будут канализировать Марс, или обещают какие-то другие весёлые приключения. С подопытных снимают как бы цифровые копии и помещают в облако. В облако от слова вобла. Вы правильно... О, он даже фарс этого добавил сюда, кадр с фарсом. Была там такая интересная история с этим парнем как раз... Я забыл, как его... Короче, не суть. Там граф... А, вот, Артём граф, да? Там что-то там было столько много Гонева по поводу того, что он там симулировал свои травмы. Снимают как бы цифровые копии и помещают в облако. В облако от слова вобла. Вы правильно поняли, шпингалеты, которых собирают на отправку на Марс, на самом деле закачают на флешку, так как никакого Марса не существует, как и космоса, ибо Земля на слониках, а колонизаторы почему-то у него лохи. Откуда они полетят не на Марс, а на Землю недалёкого будущего, лежащую в руинах какого-то глобального катаклизма, например, Третьей мировой, или двух в одном. Их загрузят в тела новых Адам и Евы, в количестве нескольких миллионов штук. Для переноса из тел якобы используется блютуз, который народ излучает даже из могил. Это блют шерстывайш. Не уверен, что вы ещё живы после такого потока секретной информации, но вы правильно поняли, к людям, которые делали уколы, можно подключаться через блютуз. Но поскольку технология не отработана, этим душам в облаке нужно как-то разминаться. Для этого их передают игровым компаниям, где запертые на жёстком диске души играют роль неигровых персонажей. То есть они хотят перенести реальные души в компьютерные игры. Подобная теория, на удивление, не лишена смысла, ибо если подходить без издёвок, нет эмпирических фактов, способных доказать обратное. Поэтому глупо утверждать, что это не мать пятерых детей, запертая в виртуальном мире. Мне уже кажется, что вы меня немножко обмануете, потому что вы сколько минут уже сидим болтаем, я трачу деньги, а вы так до сих пор не наслали ни проказы, ни бубонной чумы на Андрея. Это бесит. Тебе, поймите, я человек злопамятный. Я не хочу сейчас вот это лазить по сайтам, наводить справки. Сейчас буду всех против вас стравливать. Вы же не хотите этого. Я тебе ещё раз говорю. Меня пугать не надо. Я не испуглива. Ты меня не напугаешь. Может наводить, заводить, делать что хочешь. А если я вам скажу, что тут на сайте есть колдуни с большим рейтингом, Ну ладно, давайте, правда, уже не смешно. Валите Андрея. Ну что, ну что это за бред? Хорошо, тогда я делаю для этого услугу отдельную. Создают. Скажи, сколько стоит облысение? Ладно, сколько стоит облысение? Вот эту башню ему свалить нафиг. Что, вот это... Она испугалась, она более сильных гадалок испугалась. Ха-ха-ха, голый б***ь. Эксперта нет выбирая. Для меня нерешаемая загадка, как эти машиники не шкарятся по подвалам, а имеют целые сайты. Ну, дабы вы понимали, чтобы поговорить с этим... А, там... еба есть целый сайт не по я знаю чем я буду заниматься последнюю не последующую неделю ладно простите и загадка как эти мошенники не шкерятся по подвалам а имеют целые сайты ну дабы понимали чтоб поговорить с этой дамой я дал порядка 5000 ну а это еще не топовая магичка 5 тыс 5 тыс просто знаете ребята ведь у меня тоже есть магические способности на самом-то деле я я я могу еще за них получать что-то интересно да вы понимали чтоб поговорить с этой дамой я дал порядка пяти тысяч ну а это еще не топовая магичка ама 20000 и вы позову бэпсов вместе с ним будем на картах дорога дать пиши причем забавный факт в год на их услуги россияне тратят около двух триллионов рублей да господи у меня бюджет омска за 10 лет меньше для сравнения мы на еду тратим немногим больше это вот столько нулей наверное и далеко не все из них фрики ибо у каждого есть свои курсы секретный материал и цру которые продаются за какие-то 2000 у тиктокера из урюпинска ибо в теории я тоже мог бы также кастовать рассинганы когда я окончил школу то подавал документы в два места в избэшник либо поп я бы скорее всего дымил к дилам но как видите я я сам не знаю кто я короче меня с детства удивлял феномен когда приезжаешь с родителями куда-то в храм какой-то чел пшикает две минуты на тачку и потом говорит у вас 5000 но религия то еще у кей у каждого своя философия но этих-то телевизор продвигает короче напоминаю про наши розыгрыша по чем мы правда постарались крутой пк крышка от швепса на дороге не валяется можете подписаться на наш телеграм-канал и там закрепленный пост я пошел доедать роллтон всем иисуса я пошел доедать роллтон всем иисуса видите вот на нее облысение пожалуйста и не контроль господи что что здравствуйте вот на нее на нее облысение блин во мне аж пробуждается способность магические способности я думаю что я могу помогать людям и вправду чувствую чувствовать ее энергетику я думаю да это это возможно я же часто чувствую энергетику да да это 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 над этим надо подумать что ж ребята всем спасибо за просмотр подписываться что не подписаны увидимся в следующем видеоролике всем пока пока